Так, сейчас я немножко отрегулирую камеру. Здравствуйте, здравствуйте. Как меня слышно? Рада познакомиться с новой для меня аудиторией. Очень рада с вами сегодня буду пообщаться, провести этот замечательный майский вечер. Давайте по громкости сразу поговорим, как меня слышно. Десяточки. Замечательно. Отлично слышно. Тогда я сейчас открываю презентацию и начинаем наше занятие. Десяточки. Замечательно. Если вам не сложно, напишите, пожалуйста, от Москвы до самых до окраин. Мы с вами сегодня встречаемся или еще шире наша география. Про себя могу сказать, что я живу на Урале, в городе Екатеринбург. Старинный русский рабочий город. Пожалуйста, дайте мне обратную связь. Напишите в чате, кто, где, откуда. Буду рада с вами познакомиться. Питер. Ольга. Очень приятно. Северная наша Пальмира. Судя по значкам флагов, люди сегодня отобсюду. Соседи Нижний Кагил. Очень приятно тоже, Ольга. Пятигорск, Надежда. Елена, Подмосковье. Чудесно. Алма-Ата, Казахстан, Анна. Айгуль Воронеж, Люда, Удмуртия, Водкин. Очень-очень приятно всех сегодня, видите, слышать. Слышно меня хорошо, да? Еще раз давайте проверим звук. Сразу хочу попросить немного прощения за то, что я, может быть, не так бодро говорю пока сначала, потому что я еще волнуюсь, я еще в интернете немного новичок. Тиме Палатинский, Лена. Здорово. Когда-то я там была, когда мне было совсем совсем 15 лет. И это еще был в СССР. Далеки-далеки времена. Ну что, начнем. Я и деньги, как обрести взаимную любовь. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Баршева. Леночка, приятно очень. Сначала я с вами хочу, конечно, безусловно, познакомиться. Кто я такая? Я простой советский инженер. Когда-то в такие советские времена была, да? Имею высшее техническое образование, что, естественно, помогает мне считать. В свое время меня очень рано назначили директором. И отсюда я имею большой опыт руководящей деятельности. На сегодняшний момент я являюсь успешной хозяйкой своего бизнеса. Ну и как человек неравнодушный ко всему, что происходит в нашем пространстве, всю свою сознательную жизнь я изучаю. И различные интересные науки, такие как астрология, нумерология, психология. С удовольствием прошла замечательные курсы по магии Таро. Имею посвящение в рейки-деньги, в кундалини-рейки. Очень увлекаюсь фэн-шуй. Постоянно учусь. На сегодняшний день счастливая жена и мать уже взрослого сына. Вот такие у меня жизненные достижения. Естественно, все это появилось не сразу. Естественно, ко многим вещам я шла долгий-долгий какой-то путь. И как многие из вас, понимаю, что в сегодняшних реалиях мы совершенно с вами находимся подчас в тяжелой финансовой ситуации. Когда люди в ней оказываются, многие опускают руки. Подобные ситуации были у меня в жизни неоднократно. Но в течение последних лет 17 я начала для себя очень подробно изучать тему денег. И как вообще мы можем, простые люди, повлиять на свои деньги каким-то образом. Вот только что вы прослушали чудесное, совершенно замечательное занятие с Фиолеттой Копченковой. То есть это тоже оттуда же. Как можно улучшить наше финансовое состояние, как можно улучшить и вообще навсегда обрести любовь с деньгами, используя вот эти замечательные знания. И фэн-шуй, и нумерологию тоже, и астрологию, и психологию, и так далее. Но когда мы с вами простые люди, не имеем этих всех замечательных знаний, самое главное, когда мы понимаем, что что-то в нашей жизни идет не так, нужно всегда подумать, с чего начать, как изменить ситуацию в лучшую сторону. И, конечно, я согласна в этом отношении с Альбертом Эйнштейном, который говорил, что если мы ничего не будем менять в своей жизни, то и надеяться на какой-то хороший, лучший результат, нам совершенно ни к чему, ничего в нашей жизни и не изменится. И я сегодня, на сегодняшнем занятии, я бы хотела с вами проговорить те моменты, которые помогают в нашем доме достаток увеличить. Мы с вами изучим основные законы денег. Ну, не такие, знаете, сложные законы, которые изучают в каких-то финансовых университетах, а самые-самые простые, житейские законы, которые помогают нам с вами деньги в доме увеличить, деньги и привлечь деньги в дом. И вот смотрите, с чего бы мне хотелось начать. Такие знания, как различные эзотерические знания, они, наверное, уже многим нравятся тем, что они очень яркие, какие-то волшебные, какие-то необычные. И очень многих привлекает такой момент, что вот можно какой-то заговор прочитать, можно там где-то пошептать, можно какую-то картинку в доме повесить и что-то еще там сделать, и вот деньги ко мне придут. Скажите, пожалуйста, напишите в чате восьмерочки, кто со мной согласен, что в наше время вокруг нас очень много вот таких каких-то витает знаний, немножко с эзотерическим уклоном, которые нам советуют, как увеличить достаток в доме. Скажите, пожалуйста, если вы согласны со мной, напишите восьмерочки в чат, что да, таких знаний очень много вокруг нас сегодня. имя пистрит интернет, если мы зайдем в любой книжный магазин, там тоже очень много таких книг, где со страниц изданий нам различные знахари и знающие люди советуют, что нужно сделать там, как поднести, как что-то повесить, где-то что-то пошептать, да, и наши деньги увеличатся. Вот Ирина со мной согласна, Ольга, Надежда, совершенно много этих знаний вокруг. И подчас мы, получается, ими немножко перекормлены. И, вы знаете, я подумала, что лучше и проще всего начать наши взаимоотношения, выстраивать наши взаимоотношения с Динганья, совершенно не используя эзотерику. Скажите, напишите в чате, пожалуйста, заинтриговала я вас или нет. То есть я совершенно не предлагаю вам сегодня каких-то запредельных эзотерических знаний. Никаких шепотков не будет, никаких там ритуалов, хотя я их очень много знаю, но сегодня речь будет не об этом. Пожалуйста, напишите плюсики в чате, кто со мной согласен. Кто хотел бы вот самые какие-то простые инструменты про деньги узнать? Катьяна, Елена, да, очень интересно. Спасибо, Ирина. Игуль плюсик ставит. Спасибо большое. Так вот, мои дорогие, с чего бы мне хотелось начать? Интрига вся заключается в том, что мы с вами подчас не умеем, самое простое, мы не умеем элементарно распоряжаться теми деньгами, которые к нам в дом приходят. Любыми. Или это наша зарплата, или зарплата нашего мужа, или это пенсия. И я сегодня вам расскажу о том, как ценны и важны именно эти самые простые знания. Ну вот, начнем. Я обещала вам рассказать о тех законах, простых законах, житейских законах, которые нам помогает достаток в дом привлечь. И вот смотрите, самый простой закон. Деньги благосклонны к тем, кто знает простейшие правила их накопления. А сейчас я вам задам такой вопрос. Кого из вас в детстве, бабушки, мамы или другие члены семьи учили, как правильно нужно распоряжаться домашними деньгами? Как правильно нужно строить домашний бюджет? Напишите, пожалуйста, в чате пятерочки, те люди, которых учили этому. И напишите, пожалуйста, минусы тех, кто не учился таким знаниям. И мы с вами посмотрим. Вот, Елена шестерка, так. Айгуль минус, Татьяна минус, Алиса минус. Не было конкретно такого, мы постоянно говорили, что нужно экономить. Да, нам всем говорили, что нужно экономить, и мы жили-то с родителями от зарплаты до зарплаты, как правило, да. Но речь именно о том, что были какие-то знания в семье, когда наши домашние, наши бабушки, наши мамы учили нас правильно распоряжаться семейным бюджетом. Строить его, планировать его, рассчитывать его, правильно распределять те деньги, которые приходили к нам в семью. Вот у Оли была копилка. Ну вот смотрите, из ваших отзывов я вижу, что больше минусов, чем плюсов. Совершенно верно, никто нас не учил этому в нашей жизни. И сегодня мы с вами будем рассматривать некоторые денежные совершенно законы, деньгообращения, которые совершенно простые, и которые нам помогут, подскажут, что в нашей жизни нужно делать, чтобы деньги к нам дорожку находили всегда. И это самые простые действия. Это никак не связано с эзотерическими знаниями. И отсюда эти действия очень доступны всем нам. То есть нам не нужно быть большими волшебниками, нам не нужно знать что-то запредельное, чему-то еще дополнительно учиться. Если мы знаем простые азы арифметики, да, напишите, пожалуйста, мне плюсики в чат, те, кто умеет считать. Ну, просто вы умеете считать. Просто вы знаете, как складывать, умножать и так далее, и делить, и дочитать. Да, все умеют. Вот смотрите, плюсики пошли, да, все у нас умеют считать. Вот это самое я и буду сегодня рассказывать вам, как правильно нас считать. Вот даже у нас Юрий есть один мужчина, да, может быть, конечно, и не один. Ну, обычно на вебинарах на моих больше женщин, конечно, чем мужчин. Я очень рада вам, Юрий. Смотрите, самый один из первых законов, которые денежные, мы знаем. Это звучит так. Начни пополнять свой кошелек. То есть, не довольствуйся тем, что у тебя сегодня есть какой-то доход. Вот картинка красивая, да, она тут с денежным ритуалом, но на самом деле это к ритуалу так опосредованно относится. Начни пополнять свой денежный кошелек. То есть, будь всегда на чеку, смотри вокруг, как ты еще можешь увеличить свой доход, даже если ты на бюджетной какой-то ставке. Всегда есть вокруг какие-то возможности. Второй такой интересный закон – контролируй траты. И вы знаете наверняка, да, такое состояние собственное, да, когда мы вдруг получаем какие-то неожиданные деньги, и мы тут же хотим эти деньги быстро-быстро, неожиданно потратить. Напишите, пожалуйста, единички в чате, кому это знакомо. Вдруг получили какую-то энную, хорошую, замечательную сумму денег. Она еще неожиданно на нас напала, да, и мы побежали в ближайший магазин и сразу смотрим, что там такое, например, по акциям продается, или там мы сумочку присмотрели когда-то заранее, да, и у нас такое желание быстро-быстро от этих денег избавиться, быстренько найти им применение. Или еще есть такое замечательное выражение – деньги ждут карман. Вот напишите, пожалуйста, единички в чате и плюсики поставьте. Кому знакомо такое замечательное вот состояние, когда деньги ждут карман, когда хочется быстро побежать и найти им применение? Ага, вот, статка включает разум. Молодец, я вас поздравляю. То есть мы в нашей жизни обязательно должны, конечно, контролировать свои траты, конечно, контролировать свои траты. А Юрий тоже, видимо, в этом случае включает свой разум. Но для многих нас, для многих женщин это очень ситуация знакомая, когда нам хочется быстренько потратить все, что у нас вдруг появилось. И причины этому не только ветренность, на которую многие списывают, что вот, это женщины ветренные, вдруг деньги появились, она их побежала и спустила. Вовсе нет. Причин на самом деле может быть много. И самая главная причина, это знаете какая? Это такая причина, что нас никто не учит никогда и нигде, как нам правильно нашими деньгами распоряжаться. Теми же самыми, которые пришли неожиданно. Или теми, которые приходят к нам регулярно и ожиданно. Ну, например, пенсия, да, приносится каждый месяц. Жизнь учит, да, да, я согласна с вами. Совершенно верно, только жизнь учит. Ну, то есть мы должны с вами работать очень много шишек, ошибок себе каких-то, насобирать, попадать в какие-то долговые кредитные ямы или, значит, неприятные какие-то ситуации. Только потом мы уже понимаем, что нужно было сделать вот так-то и так-то. Каким-то правильным способом нужно было с деньгами, со своими подружиться и распорядиться. И вот здесь вот опять же мне бы хотелось с вами поговорить о нашей истории. В каком смысле? Когда, вот вспомните времена сто лет назад, да, там до всех революций и так дальше. Вспомните, как жили наши с вами прабабушки и прадедушки. Как правило, они жили семейными планами. И это не зависит на самом деле от народности или от народа. Русские там и были с вами, или катары там, или казахи. Напишите мне, пожалуйста, единички в чате, кто со мной согласен. Что уклад семейный, он во многих странах формировался не то что сотнями, а тысячами лет, да. И люди жили, как правило, семейными кланами. Если вы со мной согласны, напишите единички в чате. А я вам поясню, что я хочу дальше сказать. Когда мама имеет возможность передать своей дочери знания о том, как вести семейное дело, как вести дом, как вести семейный бюджет, как правильно распределять те блага, которые приходят в дом, да. Ну, допустим, если мы вернемся опять же к этой столетней истории назад, до всяких там таких катаклизмов серьезных, в каждой семье были бабушки, прабабушки. Да-да-да, совершенно верно. Крепкие семьи, несколько поколений в одной хате. Бабушки, прабабушки, они видели своих дочерей, своих внуков, дочерей, правнуков, и они имели возможность эту семейную мудрость передать по наследству. Они имели возможность научить молодое поколение, как правильно распоряжаться деньгами. И если вы вспомните каждую свою семейную историю, то вы со мной наверняка согласитесь, что там, где была крепкая семейная, вот эта родовая ветка, ну, знаете, как правило, не бывает таких нищих совсем уже, таких людей, как бы пропавших, которые совершенно не могут никак-то накопить какие-то материальные блага, никак-то выстроить свои материальные дела, да. То есть мы на сегодняшний день имеем то, что у нас вот эти родовые связи, они были разрушены, они совершенно раздернутые, семьи живут, даже в разных странах бывает. И вот этой вот переемственности поколений, когда старшее поколение могло научить младшее поколение, это все было в течение вот исторических периодов, которые мы переживали, да, в прошлом веке, это все было разрушено. И это одна из самых глобальных причин, по которой мы с вами вот сейчас потеряли вот эти навыки владения домашним бюджетом. А они на самом деле самые простые, самые основные в жизни. Вот согласитесь со мной, что если бы в школе дети, начиная с первого класса, учили бы вот эти, имели бы доступ к этим знаниям, насколько бы наша с вами жизнь была лучше. Согласны ли вы со мной? Если согласны, поставьте плюсики, пожалуйста. Я буду видеть обратную связь. То есть если бы нас с вами, даже вот с первого класса, даже наше поколение, да, учили бы вот этим навыкам, не только вот на уроках труда варить борщи, да, девочек бы учили там и шить, извините, трусики и ночные рубашки, а мальчиков там что-то пилить, какие-то строгать, табуретки, да, а давали бы нам вот эти навыки правильного обращения с деньгами, с домашним бюджетом, насколько бы у каждого из нас жизнь бы сложилась гораздо-гораздо лучше. Я здесь вот могу рассказать вам очень интересный пример из собственной жизни. Если вам интересно, поставьте мне тоже, пожалуйста, единички, я тогда продолжу с удовольствием. Слышите, слышите, так, замечательно, Татка пишет, меня никто не учил, это в крови было с рождения, я с детства копила на что-то. Спасибо, Оля, за единичку. Если остальным интересно, то Юрий, да, спасибо за единичку. Вы знаете, Тата, таких людей, как вы, их немного на самом деле. Основная масса наших людей, она как-то вот все взаимоотношения с деньгами, так, знаете, пускает как бы на свободу. То есть придут, придут, не придут, не придут. А вот чтобы именно копить, это вообще надо иметь силу воли и определенную склонность и черты характера. И я вас поздравляю, что у вас это есть. Замечательно. Так вот, о чем я хотела вам рассказать. В моей жизни была замечательная бабушка. Ей было 92 года, когда мы с ней виделись в последний раз. Это бабушка, моя двоюродная бабушка, на самом деле она жила в Нижнем Тагиле, вот тут кто-то уже из нашего города родного есть. И вы знаете, я свою судьбу благодарю за то, что я с этой бабушкой имела возможность какое-то время соприкасаться. Поскольку все равно мы жили немного в разных местах просто, я ее не часто видела. Чем же она уникальна? Знаете, какую семейную историю она мне рассказала, и чему я сама была свидетелем, я это запомнила на всю жизнь. И сейчас удовольствием делюсь вот этими знаниями совсем. Моя вот эта бабушка замечательная, ее звали Анастасия, она была из семьи, которая рано осталась без матери. Шесть человек детей осталось без матери, и остался только с ними отец. Все это было еще, знаете, где-то перед революцией по времени. И отец женился второй раз на мачехе для наших вот этих детей. И вот эта мачеха, замечательная женщина, она сумела каждого ребенка вырасти, каждому дала знания, особенно вот девочек это касалось, да. Каждую девочку, это мне бабушка рассказывала, она научила, как правильно вести домашнее хозяйство, как распределять деньги по времени, да, на месяц, чтобы хватило, например. Как делать какие-то накопления на что-то. Она научила всех шить, вязать, вышивать. Ну и поскольку они жили в деревне, там еще всякие-всякие разные домашние дела. И это, заметьте, была не мама, а мачеха. И вот моя бабушка, она через всю жизнь пронесла вот эти знания. И когда, вы знаете, я смотрела семейный старый альбом, я это очень хорошо помню, мне было всего буквально 22 года, когда я первый раз увидела такой старинный семейный альбом. И вот там были фотографии 30-х годов. Все вы знаете, какое у нас было тяжелое время в 30-х годах, да, там где-то очень скромно люди жили, строили советскую власть и так далее. Тем более вот в рабочем городе Нижний Тагил вроде бы не разбежишься, ни Москва там, и не какой-то там крупный город. Но что меня поразило на старых вот этих фотографиях? Бабушки одеты, вы знаете, пусть платьится какое-то скромненькое, но оно чем-то украшено, какая-то там шляпка сделана, значит, из чего-то, да. Больше всего меня поражало то, что эти женщины, они жили, ну, менее чем скромно. Но они вот через всю жизнь пронесли как раз вот это понятие, когда можно из ничего что-то сделать. То есть даже, может быть, не имея каких-то миллионов, но можно всегда выглядеть замечательно. И моя вот эта бабушка, она была чудесной женой для своего мужа. В домашнем быту, допустим, да, вот в обычной нашей жизни, если она тебе дает завтрак, то она никогда то, что осталось из завтрака, тебе не принесет в обед и тем более в ужин. То есть она могла так комбинировать продукты удивительным образом, она всегда что-то пекла, какие-то запеканки, какие-то пирожки. Я всегда удивлялась, откуда на это время берется. И всему вот этому подходу, вот такому интересному ведению хозяйства, нескучному, я бы сказала, ее научила именно мачеха. И вот именно об этом я и хотела вам сказать, что вот эта переимственность поколений, я очень жалею, что я с этой своей замечательной бабушкой не могла общаться, когда она была гораздо моложе, чтобы взять у нее какие-то вот эти знания. Но тогда и мне еще казалось, ой, да зачем это, да, и к чему это, поскольку мы, ну, все, большей частью вышли из Советского Союза, когда, допустим, моему папе, это же бабушка говорила, ой, у тебя три дочери, надо готовить приданное, мой папа говорил, зачем, она советская женщина. Вот, если кому-то из вас знаком такой подход, можете поставить мне плюсики в чате. Ну, это вот совершенно было так. То есть было такое у нас воспитание, что мы все советские люди, и вообще думать о деньгах и разговаривать о деньгах считалось даже неприличным. в какой-то мере. То есть все рассчитывали там на какой-то свой доход и не более того. Вот. Если вы согласны со мной, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, я буду понимать, что вам моя история понравилась. Вот. И это, опять же, все к тому, что нужно уметь правильно вести свое хозяйство. Ну, да, вот, Елена, я вас поздравляю. Я тоже встречалась с тем, что некоторым моим одноклассницам готовили приданное. А вот мой папа считал, что не надо девочкам готовить приданное, поскольку мы советские женщины. Вы понимаете как? Вот. То есть вот такие были перекосы. Но, тем не менее, сегодня уже, имея некий опыт за своими плечами, анализируя то, что происходит в нашей жизни, да, видя, какие ситуации складываются у многих моих знакомых, у знакомых моих знакомых, я все-таки пришла к выводу, что вот эти знания, они в нашей жизни самые основные. Следующий закон, который мы с вами сегодня обсудим, он звучит вот так вот. Приумножай свое богатство. То есть всегда смотри, где ты и как. Еще можешь привлечь деньги в свою жизнь, да. Обязательно контролируй траты. Приумножай свое богатство. Здесь и подкопи лишний раз, и не растрать лишний раз. И включи голову там, где нужно это сделать. И всему вот этому нужно учиться. Очень важный постулат. Береги накопленное. Не трать попусту. Как беречь накопленное? У кого какие есть мысли по этому поводу? Трудно ли беречь накопленное? И вообще копить деньги это трудно, на ваш взгляд? Напишите, пожалуйста, в чате, что такое беречь накопленное? Как вы считаете? И вообще, применительно к сегодняшнему времени, стоит ли копить деньги? И умеем ли мы это делать? Как вы считаете? Я немножко подожду. Пожалуйста, пишите свое мнение. Будут ли у нас какие-то мнения? Считаете ли вы, что нужно сегодня копить какую-то сумму для чего-нибудь? Для крупной покупки, например? Айгуль считает, нет. Еще какие мнения могут быть? А если завтра война? Вот-вот-вот, Юрий. Именно поэтому, да, мы с вами, целое поколение наших людей привыкли жить одним днем. Ни с чего копить, все уходит на траты. Не успеваем копить, если необходимо, еле на необходимое хватает, смотря какие планы. Копить надо на что-то, а не просто ради денег на черный день. Копить нельзя. Да, так-то, совершенно верно вы пишете. Да, СССР уже накопили, потом все потеряли. Надежда, тоже с вами соглашусь. Есть и такое мнение. Люда пишет, деньги должны работать и приносить прибыль, их нужно класть в банк по проценты. Тоже совершенно правильное мнение. Смотрите, дорогие гости. Мама копила, все исчезло. Да, государство с нами так и играло. Трудно держать накопленное на определенные цели. Надежда, да. И тем не менее, и тем не менее, если мы будем пускать в оборот все, что мы получаем на руки, не умея отложить нисколько из этого, вот даже совсем маленькую часть, деньги к нам приходить не будут. Они не будут у нас задерживаться. Нужно обязательно уметь правильно распоряжаться своими деньгами, не только раздавая их направо и налево в виде необходимых каких-то покупок, в виде платежей по кредитам или отдавая долги. Но нужно всегда уметь оставлять себе некоторую часть этих денег, чтобы деньги к вам снова приходили. Понимаете, это очень тонкая такая материя. Но, да, десятину, но это нужно делать обязательно. Иначе никогда не вырваться из этой ямы безденежья и нехватки. Вот самые вот эти простые законы, о которых я вам сегодня говорила, они вообще приведены в старых-старых книгах. То есть это все было известно со времен верно сотворения денег. С тех моментов, когда деньги вообще появились в обиходе человечества. Вот эти законы, поскольку они стары как мир, мы должны к ним обязательно прислушиваться. И как бы нам не было тяжело в нашей жизни, мы все равно должны уметь беречь накопленное и уметь капливать деньги, накапливать деньги. А как это делать правильно, этому всему я расскажу дальше в своем материале. Девочки тут спорят насчет десятины. Десятина есть разная. Об этом мы потом с вами поговорим еще поподробнее. Мне бы хотелось рассказать, баб, вот еще о чем. Что значит береги накопленное? Расскажу случай совершенной собственной жизни. В старые-старые уже времена Советского Союза я познакомилась с замечательной женщиной. Она попала в очень трудную жизненную ситуацию. Вот смотрите, она прожила с мужем 15 лет. И по какой-то причине они развелись. И получилось так, что жили они на тот момент в Москве, а родом она была из далекой уральской деревушки. И получилось опять же так, что после развода муж буквально выгнал ее на улицу. В чем пришла, в том и ушла. Она осталась без работы, без места жительства. И у нее не было другого выхода, как уехать к родителям в эту деревню Гухомань, где опять же нечем было собственно заняться. Некоторое время она там еще поработала учительницей в школе, но понимала, что это никаких перспектив не дает. Не накопишь на собственное жилье, и вообще жизни как бы в деревне тогда не было для нее. Она принимает решение уехать в большой город и начинает работать там в сетевой компании. И когда мы с ней познакомились, она была в тяжелейшем материальном положении. Ну, может быть, легче было чуть потому, что у нее не было детей. Ну, все равно, одному человеку тоже ведь надо как-то прожить. То есть она в большом городе, практически без родственников, без знакомых, в чужом городе, без определенных денег, то есть у нее не было такого материального достатка. И она начинает жить. И вы знаете, вот она со мной просто делилась. С чего она начинала свое восхождение в материальном мире, да? Я вам с вами вот тоже этим же и делюсь. Она начинала каждый день, ну, вот свою жизнь с того, что каждый день она откладывала ровно 10% от того, что у нее приходило. Ну, поскольку она работала в сетевой компании, там были продажи. Пусть не каждый день, но там, по первости, да, потом более там направилась у нее эта работа. Но с каждого дохода 10% она себе откладывала. Так вот, вы знаете, она начинала откладывать буквально с 5 рублей. 5 рублей сегодня, 5 рублей завтра, там 10 рублей через 2 дня. И вот по таким копеечкам, по рублям она откладывала себе деньги. На сегодняшний день, это прошло уже буквально, я вам сейчас скажу, лет 20 назад, как мы с ней познакомились. На сегодняшний день она преуспевающая бизнес-леди. Она так и работает в этой своей сетевой компании. Она достигла там каких-то бриллиантово-рубиновых рубежей. Я не знаю, как там эти градации. То есть она достигла такого уровня дохода, который, ну, я так думаю, что многим миллионерам просто не снится. На сегодняшний день я никоим образом не рекламирую сетевой компании. Я просто рассказываю, как человек начинал с малого-малого-малого. То есть она не думала, ой, а что я буду 5 рублей откладывать? Или что я буду 100 рублей откладывать? Это же не деньги. Она брала и методично их откладывала. И вот со мной она делилась тем, что для нее вот эта методичность уже была очень таким шагом серьезным. Именно сказать себе, что я откладываю вот эти маленькие денежки для того, чтобы у меня в дальнейшем был какой-то денежный результат. И это уже многим трудно, да? Вот согласитесь, как это вам такая информация, что вот вам бы каждый день, ну, или с каждого прихода вы бы там вот эти маленькие денежки себе откладывали. Какие мысли бы у вас были в голове? Вот напишите, пожалуйста, согласны ли вы с таким подходом? Но я на своем опыте, я и сама в этом убедилась, и вот эта замечательная женщина у меня перед глазами как живой пример такому поведению. Я точно знаю, что это работает на тысячу процентов. Не очень получается. Вот тут, понимаете, вся тонкость-то, вся трудность в том, чтобы именно начать это делать и продолжать методично. А вот когда наступает момент их потратить, это вы уже можете сами решать на самом деле. Но ни в коем случае нельзя тратить все, что вы накопили. Ну, это уже в более таких продвинутых практиках владения домашними деньгами. Мы будем с вами обсуждать. Но вот так, таким образом. Да, спасибо, Екатерина. Вот. Совершенно простые манипуляции, которые нам совершенно ничего не стоят. И никто об этом нам не рассказывает, об этих маленьких, тонких секретах. Многие люди, чтобы узнать, да, вот на путешествие Ольга откладывается, молодец. Вот многие люди, чтобы узнать, чтобы обуздать вот эти вот свои вихри, да, денежные, которые к ним то приходят, то уходят, да, они перелопачивают кучу литературы, пытаются прочитать там какие-то научные изыскания, да, научные труды. Но вот эти золотые зерна, они, как правило, к нам передаются лучше от практиков, от тех людей, кто уже какой-то результат получил, используя вот какие-то простые знания и инструменты. И я еще раз хочу подчеркнуть, дорогие мои гости, что я здесь не веду речь об эзотерических инструментах, хотя их тоже очень много. Я не говорю о том, что вот как говорят астрологи, есть у вас там деньги в карте натальной или нету, или еще какие-то такие волшебные вещи, я вам сегодня не рассказываю. Я говорю о самом простом, об умении правильно распоряжаться теми денежками, которые к нам в жизнь приходят, об умении так их распределять, чтобы они еще и еще к нам приходили, а не забывали про нас навсегда. Очень интересная тема, это такой же точно закон обращения с деньгами, это обеспечить доходы на будущее. Вот здесь мы уже с вами писали о том, что люди многие думают, только сегодняшним днем живут, не думают о завтрашнем дне, но это совершенно неправильно. В любом случае нужно откладывать себе деньги на будущее. Сегодня мы уже вот в наших реальных каких-то событиях, которые происходят вокруг, вот я, например, четко понимаю, что рассчитывать на какую-то там государственную пенсию, ну это совершенно просто неправильно. Нельзя жить и думать, что, а, мне там потом государство будет себе пенсию платить. Это неправильный подход. На эту пенсию просто элементарно не прожить. Согласны ли вы со мной? Напишите, пожалуйста, плюсики, если согласны. Вот Ольга согласна. Оля согласна. Еще одна, Ольга согласна. Мириан пишет, вот я живу, пытаюсь выжить. Видимо, вы, Мириан, пенсионерка, да? Да, вот, да, Мириан, вижу, да, видимо, вы молодая пенсионерка. Да, совершенно верно, на пенсию как-то вот не хочется просто жить. Под каким девизом откладывать на пенсию? Под любым. Можете также просто с каждого дохода какую-то сумму, какую сами себе хотите, откладывайте. Вы знаете, энергия денег, она так устроена, что если вы просто начнете откладывать хотя бы те же 100 рублей, вы начните главное, и у вас все получится, как ни странно. Вы сделайте из этого систему, и у вас все получится. Здесь я бы еще хотела поговорить о том, что, безусловно, наши доходы будущие, они только в наших руках. Если мы с вами будем думать, а завтра война, лучше я сегодня все потрачу, а завтра-то мы все равно просыпаемся, и денег нет. А мы их потратили. Поэтому в любом случае обязательно нужно продумывать свою будущую жизнь. Мы с вами, опять же, последствия нашего исторического прошлого, мы не умеем планировать свою жизнь. Мы не умеем ее планировать ни на год, ни на три, ни на пять, ни на десять лет. А если мы посмотрим и обратимся с вами к опыту всех финансовых тренеров в мире, как в нашей стране, так и за рубежом, любой тренер вам всегда скажет, учитесь строить финансовый план. И вообще есть такое понятие, если у человека нету продуманного финансового плана, пусть даже какой-то он будет примерный у вас, но вы его продумаете вперед хотя бы лет на 10-15, то такой человек, он никогда не был состоятельным. Понимаете? Все только в вашей голове, все только в ваших руках. Если вы сами не будете думать о своем будущем финансовом, оно у вас ниоткуда не возьмется. Вот это надо четко понимать. Это также точно относится к тем знаниям, которые самые элементарные и которые должны быть у каждого в голове. Вот Мириам пишет. Планировала, что до работы до пенсии, не вышла. Нет, вы неправильно, Мириам. Поэтому здесь нужно из ситуации выходить по-другому. Вот, но в рамке вебинара мне сейчас не дают возможности вам давать какие-то советы. Я вас услышала, но тем не менее нужно все равно искать выходы. И есть еще вот у меня такой замечательный тоже пример, когда вот сейчас в наше время очень многие люди, они занимаются чем-то для своей души, да. И часто вот это дело для души, оно начинает человека кормить. Например, очень многие женщины зашивают битером или делают какие-то подделки своими руками. И на сегодняшний день, вот я лично очень знаю много таких мастеров, которые через определенные ресурсы в интернете продают свои изделия. И на этом прекрасно зарабатывают. Поищите в этом, поищите, Мириам, в этом. Что-то вы можете делать руками, да. Ну, это вот такой маленький совет. А мы пойдем дальше. Очень такой интересный тоже закон. Преврати свое жилище в выгодное предприятие. Преврати свое жилище в выгодное предприятие. Что это значит? Вы знаете, вот я вам сейчас скажу такой самый секретный секрет, но который знает каждая-каждая хозяйка или хозяин. Вот задам такой вам вопрос. Какое действие в нашем доме приводит в наш дом деньги? Как вы считаете? Какая манипуляция, какое действие, которое всегда необходимо, которое мы с вами делаем, и вот это действие приносит в наш дом, как ни странно, приводит деньги? Как вы считаете? Уборка. Вот Ольга. Ольга сорвала бинго сразу. Безусловно, уборка. Наведение порядка, чистота. Деньги очень любят чистый дом. Ухоженный. Пусть он будет небогатый, но когда в нем уютно, когда в нем чисто, когда в нем нет захламленных углов, когда на балконе у вас тоже разобрано, когда у вас во дворе порядок, деньги с удовольствием идут именно в такое пространство. Все мы с вами сейчас уже знаем, что вокруг нас различные течения различных энергий. И деньги – это уже самая энергия. И вот старинный древний закон обращения денег, он напрямую гласит, преврати свое жилище в выгодное предприятие. Именно тем, что регулярно убирай свой дом, люби свой дом, наводи в нем чистоту и порядок. А если еще немного мы потрудимся, изучим какие-то знания специальные, те же фэншуйные знания, или есть еще такие знания васту, любое, все, что хочется вам, все, что вам ближе к душе, и вы начнете эти еще знания внутри своего дома применять, да, деньги с удовольствием к вам дальше приходят. Очень интересный закон, который называется «Повышать свою финансовую смекалку». Речь о том, что мы всегда с вами ищем, где бы что купить, да, бывает такое, по акциям, по тем же. То есть сейчас очень многие, особенно это вот характерно для молодых людей, конечно, для тех, кто постарше, у них свои какие-то подходы бывают. Но молодые, я вот знаю точно, ищут какие-то специальные акции в интернетах, тех же самых сетевых магазинах, есть какие-то специальные программки для смартфонов, для компьютеров, в которых стекаются данные из разных сетевых магазинов по тем же акциям, когда мы можем проанализировать, в каком магазине что продается. Вот напишите, пожалуйста, в чате, знакома ли кому-то из вас такая же ситуация, когда вы специально ищете, где что продается по акциям, и тем самым экономите свои деньги. Напишите, пожалуйста, плюсики, да? Да. Вот, я знаю, что есть такие специальные программки даже, которые нам эту задачу упрощают. И, используя эти программки, мы уже знаем, что где легче купить, да? Потом, что значит повышать финансовую смекалку? Если речь идет, опять же, о закупках продуктов, да, определенным образом, по определенной схеме, каждая семья покупает для себя продукты. Знакома ли вам такая ситуация тоже? Напишите просто пятерочки, кто использует это в своей семье. Вот, айгуль плюсик поставила. Кто еще определенным образом производит закупку продуктов в своей семье? Или, например, вы покупаете какие-то сезонные вещи для своей семьи, но планируете эти покупки? То есть речь о чем? Например, люди закупают, вот Юрий пишет пятерочку, спасибо. Люди закупают обычно на месяц какие-то долгоиграющие продукты, а потом в течение недели, например, покупают продукты, которые быстро съедаются, как, например, хлеб, молоко или овощи, фрукты, да? Вот. То есть в этом тоже уже у нас проявляется финансовая смекалка. Но речь еще о том, чтобы мы всегда смотрели по сторонам, как нам еще улучшить нашу финансовую смекалку. То есть не совсем такой уже подход, не надо ударяться в то, что прям мы покупаем все самое-самое дешевое, да? Это тоже не есть хорошо. То есть качество никто не отменял. Но тем не менее в наших вложениях денежных нужно всегда все равно смотреть, а как это сделать выгодно для нас, чтобы это было выгодно для нас. Именно разбивать свою финансовую смекалку. И еще раз повторюсь, где нас этому учат? Ну, нигде нас практически этому не учат. Согласны ли вы со мной? Согласны ли вы со мной, что нигде нас этому не учат? И еще бы хотела такой вопрос задать, дорогая аудитория. Напишите, пожалуйста, обсуждаете ли вы дома с семьей, с детьми, денежные вопросы? Если у вас есть дети с детьми, если нет детей, то между собой. Обсуждаете ли вы денежные вопросы? Да, вот Людмила пишет, да. Еще, пожалуйста, пишите, кто, кто, как, что-то, нет, Ольга, вот, пишет. Юрий, да. Еще, пожалуйста. Людмила, да, Ольга. Ольга, нет. Пока у нас на три, да, два, нет. Пожалуйста, еще очень важно ваше мнение. Как в вашей семье, внутри вашей семьи обсуждаете ли вы денежные вопросы? Пожалуйста, напишите. Эта тема для вас запретна, или вы считаете, что она незначительна, или вы считаете, что вашим детям рано об этом знать, или вы считаете, что им вообще об этом знать не надо, и поэтому с ними не общаетесь на эту тему? Давайте немножко подожду. Может быть, кто-то к нам еще присоединится. Обсуждаем ли мы дома денежные вопросы? То есть, получается так, что большинство о деньгах дома и не говорит. Тем более, какие-то денежные проблемы с детьми не обсуждаемы. Ну, я смею предположить, что, естественно, детей мы не учим. Мы не учим детей, как правильно распоряжаться деньгами. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто со мной согласен, что мы не учим наших детей, как правильно распоряжаться деньгами. Мы не рассказываем детям, откуда деньги берутся, куда они деваются и как они приумножаются. Об этом мы нашим детям не рассказываем. Согласны ли вы со мной? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Я понимаю, что все уже немножко подустали, наверное, вечер. Вот Елена пишет плюс, Надежда пишет плюс. Мы почему-то считаем, что эти знания нашим детям Карлсон должен принести, да? Или кто-то в голубом вертолете. Вот. А эти знания, они на самом деле являются базовыми. Если мы не научим детей правильно обращаться с деньгами, откуда же наши дети будут строить свое финансовое благополучие, где они его возьмутся, как они будут распоряжаться своими деньгами, хватит ли у них мудрости, хватит ли у них терпения того же самого. Я хочу вам сказать, что в народе существует такая мысль, что богатые искусно распоряжаются деньгами, а бедные не умеют обращаться с деньгами. И на самом деле это так и есть. При этом состоятельные люди, они ничуть не умнее бедных, просто они по-другому и более разумно распоряжаются деньгами. И здесь я вспомню те золотые слова, которые донес до нас тренер миллионеров Эрф Харвер. Он живет в Америке. Он тренирует простых людей, и они становятся через какое-то время долларовыми миллионерами. И, знаете, я сегодня вам говорю самую такую простую вещь, которую я у него прочитала и которая мне очень понравилась. Я считаю, что она всем доступна. Но она простая, но и, знаете, как говорится, в простоте вся гениальность. Чтобы заставить деньги работать на себя, чтобы деньги приносили вам доход, нужно научиться с ними обращаться независимо от вашего дохода, независимо. Или у вас пенсия, там, 3-5-8 тысяч рублей, да, из каких-то других денег. Или у вас оклад какой-то бюджетный, тоже маленький. Или у вас оклад большого топ-менеджера. Совершенно одинаково. Если вы не умеете обращаться с деньгами так, чтобы они на вас работали, вы никогда не будете человеком, преуспевающим в деньгах. И вот Харф Эркер, он вывел такой маленький принцип состоятельности. Пока ты не покажешь своего умения управляться тем, что у тебя есть, ты не получишь большего. Вот опять же об этом. И здесь вопрос самого правильного отношения к своим деньгам, он упирается в привычки. Мы есть то, что, какие мы привычки в своей жизни проживаем, да. Все мы состоим из этих привычек. И важно не количество этих денег, а привычка правильно обращаться с ними. Но каждой любой привычке на самом деле можно научиться. Нет ничего необратимого. Вот буквально сегодня читала великолепную статью в научном издании. Итальянские ученые очередной раз доказали, что все привычки, и в том числе и позитивное мышление, и все вообще, чего вы хотите добиться, все формируется в человеческой голове в течение месяца. То есть, другими словами, за каких-то 30 дней вы при своем желании совершенно можете свою жизнь изменить в лучшую сторону, естественно. И также точно можете выработать себе новые привычки, в том числе денежные привычки. Привычки правильно обращаться с деньгами. И если вы до этого дня не умели и не имели таких привычек, то вы можете себе поставить такую задачу и овладеть этими замечательными привычками. И здесь вот я вам хочу рассказать об интересной методике, которую предлагает нам вот этот бизнес-тренер, миллионеров. Он предлагает, помимо того прочего, что все мы знаем, что вот, допустим, денежки, когда к вам приходят в дом, эти деньги мы с вами делим, да. Вот мы получили зарплату, или мы получили пенсию, или мы получили любой какой-то доход. Мы эти деньги с вами делим, да, по частям. Часть у нас уходит на оплату счетов, часть у нас уходит на оплату продуктов, часть у нас еще куда-то уходит. То есть мы с вами, как правило, какие-то статьи расходов наших денег уже предполагаем. Так вот, этот тренер миллионеров говорит, что обязательно надо формировать развлекательный счет. И на этот счет откладывать ровно столько же, сколько мы откладываем, например, ну, применительно к тем, кто имеет бизнес, на развитие бизнеса. Применительно к обычным людям, это процентов 10 вашего дохода. Вот, например, вы получили там 10 тысяч зарплаты, да, грубо говоря, тысячу нужно отложить. Но для чего мы ее откладываем? Мы ее откладываем для того, чтобы каждый месяц эти деньги, вот они у нас скопились, прошлого, да, месяца апреля, в мае мы их пошли и с удовольствием растронжирили. Таким образом потратили, чтобы получить яркие эмоции, которые заставят нас почувствовать себя богатым. То есть мы, например, сходили с семьей в кино, или мы купили себе что-то, о чем давно мечтали, но в пределах этой суммы, или мы съездили куда-то на экскурсию, или мы вот на ночь в музеях, да, сходили, которая у нас скоро будет. Любым доступным для вас способом то, что вам принесет именно яркие, незабываемые эмоции, то, что вас немножко выдернет из-за быденности. И вот этот развлекательный счет, как он его называет, вы знаете, он великолепно работает. Вот эта методика, прям можете взять на вооружение, запомнить, записать. Вот эта методика, она, казалось бы, что вроде бы деньги вынимает из кармана, а на самом деле она увеличивает к нам денежный поток. Она работает замечательным образом на увеличение наших денег, на привлечение наших денег. Вот. Это опробовано уже на учениках вот этого бизнеса-тренера, безусловно. И поэтому я с удовольствием с вами делюсь вот этой замечательной фишкой, как сегодня говорят. И еще есть такая классная вещь, что когда мы научаемся обращаться с деньгами, мы получаем уверенность. В чем мы получаем уверенность? А во всем. Уверенность проецируется на все стороны нашей жизни, делает их более счастливыми, здоровыми, улучшает отношения с людьми. Вот согласитесь со мной, когда мы уверены в своем завтрашнем финансовом дне, мы изучаем эту уверенность, да, у нас совершенно ровные отношения с людьми, нас ничто не дергает, потому что на сегодняшний день переживания по поводу финансов и здоровья, наверное, самые основные в жизни, да, напишите, пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу. То есть если кто со мной согласен, поставьте плюсики. Если у кого-то свое мнение, пожалуйста, напишите. Но я вот очень сама уверена, что когда мы, опять же, уверены в своем финансовом будущем, завтра, послезавтра и так далее, то мы намного спокойнее в обычной жизни. Мы уверены в своем завтрашнем дне, мы более счастливы, мы более здоровы и у нас ровные отношения с людьми. Также вы знаете, что результаты появляются в тех сферах, на которые мы направляем свои усилия. Если мы будем постоянно думать, что у нас нехватка денег, что у нас их нет, 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 у нас их и нет. Поэтому мы должны с вами думать о том, что у нас деньги есть. И на самом деле это правда. И у каждого, если вы посмотрите свой кошелек, у вас всегда есть деньги. Согласитесь. Пусть там даже мелочь какая-то, но она есть. И поэтому совершенно неправильно говорить, что денег нет. Вот это тоже такая замечательная фишка, о которой многие не подозревают и не думают. И у многих у нас в голове такое, ну как же, у меня же нет денег, я вот хочу сегодня там потратить на что-то, а у меня денег нет. А как нет-то? В кошельке-то ведь есть деньги. И получается, что это как бы неправда. Поэтому такие мысли о том, что денег нет, надо из головы просто убирать, заменять их на правильные. Деньги есть. И вот понаблюдайте за собой. Если вы хотя бы неделю, две, месяц, будете всегда себе проговаривать, деньги есть, когда вам в голову приходит фраза о том, что денег нет, а вы ее тут же меняете на то, что деньги есть, вы посмотрите, какой у вас будет замечательный денежный результат. Ваши денежные дела, они начнут управляться. Ириша оптимист. Дорогие, сегодня с удовольствием с вами делюсь волшебным квадратом Форда. Что это такое и что с ним делать, я вам сейчас расскажу. Можете сделать принт-скрин экрана, можете переписать себе буквально куда-нибудь быстренько-быстренько ручкой, тетрадь или на листочек. И сейчас расскажу вам историю этого волшебного квадрата Форда и что с ним делать. На самом деле, этот квадрат Форда называется, другими словами, квадрат гармонии. Он известен очень-очень давно. Еще древние греки использовали написание вот этих цифр именно таким образом для увеличения своего материального достатка. Легенда нам рассказывает о том, что когда-то Форд увлекся нумерологией, и ему попалась в литературе информация о гармоничном квадрате, вот об этом квадрате, который вы сейчас видите на своих экранах. Что сделал Форд? Форд почитал всю информацию, которая была в литературе по поводу этого квадрата. Он понял, что древние греки его использовали для увеличения своего материального достатка. А каким образом они это делали? Они писали вот эти цифры на глиняных дощечках и подкладывали эти дощечки на дно больших амфор, в которых хоронили зерно и что-то свое другое. И что сделал Форд? Он взял купюру денежную, любую. Вот вы можете взять любую денежную купюру вашей страны, какая она вас глядит. И на этой купюре на свободном месте Форд написал вот эти цифры. Именно так, как они выглядят в этом квадрате. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И эту купюру он спрятал в себе в кошелек, а потом спрятал в себе еще и в сейф. И таким образом, как гласит легенда, его материальное положение начало выправляться. В чем волшебство этого квадрата? Если вы посмотрите внимательно и вспомните арифметику, по всем столбикам у нас сумма чисел равняется 6, если мы их приведем к одной цифре. И вот этот именно квадрат Форда, как опять же гласит легенда, способствовал увеличению денежной массы и вообще денежному возрождению Форда. Все вы прекрасно знаете, что Форд – это американский миллионер, который изобрел автомобиль, ну так можно сказать, и который продвигал автомобили в жизни. если этот волшебный квадрат когда-то помог Форду, почему бы нам всем не использовать это в своей жизни? Это такой маленький эзотерический плюсик, бонусик в нашей сегодня абсолютно неэзотерической беседе. Переписали ли вы цифры из этого волшебного квадрата Форда и всем ли понятно, что надо с ними сделать? Напишите мне, пожалуйста, плюсики в чат, если вам всем понятно, и я тогда перевесну страничку. Форде понятно. Обязательно, Ириша, пробуйте. Я считаю, в жизни надо пробовать все, что идет в руки. Положить можно в кошелек, написать на купюре, да, написать на денежки вашей страны любым номиналом, который вам больше нравится. Ну, конечно, рекомендуют, чем больше, тем лучше денежка, но тут не принципиально. Вот. Пишите эти цифры именно так, как они здесь нарисованы, в том порядке. И эту купюру убираете к себе в кошелек. Если у вас есть сейф, убираете к себе в сейф. Если у вас дома есть шкатулочка, в которой вы... Замечательно. Ольга написала, и Оля написала. Если у вас есть шкатулочка, в которой вы храните деньги, можете просто там положить эту купюру. Да, пожалуйста, можете на долларе не принципиально. Где хотите, там пишите. Просто доллары тоже у всех есть. Чем написать? Лучше ручкой. Лучше ручкой. Понимаете, что эту денежку вам не нужно будет тратить. Эта денежка будет у вас лежать там всегда. Средо значения не имеет. Ириша, по поводу денежных талисманов, вы можете мне просто написать в личку, и я вас немножко проконсультирую. на самом деле в кошельке не должно быть много талисманов. На любой стороне, Елена. Ну все, если мы все готовы, я перелистываю страничку. все замечательные знания по правильному распределению наших денежек, по овладению этими денежными потоками, которые приходят к нам в дом, потому как грамотно с ними взаимодействовать, потому как правильно и грамотно выстраивать взаимоотношения с деньгами так, чтобы вы друг друга полюбили навсегда, вот по всему этому материалу я хочу предложить вам двухдневный мастер-класс. Он называется «Я и деньги. Как обрести взаимную любовь». На мастер-классе мы узнаем, почему деньги от нас бегают, мы поймем свои ошибки в обращении с деньгами, мы научимся правильно с ними обращаться, получим и закрепим нужные нам привычки, узнаем основные правила обращения денег в нашей жизни, обозначим путь выхода из финансовых ям, долгов и кредитов. Ценность инвестиций в себя, эти знания останутся для вас на всю жизнь, а самое главное, вы сможете передать их по наследству своим потомкам. Эти знания вы можете раздавать потом всем, кому захочется, можете делиться ими, они совершенно не эзотерического плана, они не требуют от вас никакой специальной подготовки, не нужно иметь диплом об окончании вуза, чтобы научиться моментам правильного распределения собственных денег, научиться этим несложным законам. На самом деле это все возможно и это нужно делать каждому. Мало того, эти знания они на самом деле сакральные и мы их с удовольствием с вами будем передавать нашим потомкам. Для чего нам нужны деньги? Давайте еще раз об этом поговорим. Ну, во-первых, я покупаю все, что хочу. Согласитесь со мной, да? Ну, как эта женщина, замечательная, веселая женщина на этой фотографии. У нее в руках пачка денег и целая типа каких-то покупок. Напишите, пожалуйста, в чате, поставьте плюсики. Кому бы из вас хотелось оказаться на ее месте? Я вот точно хочу так. Особенно там какие-то большие цифры у нее на этих денежках. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому бы хотелось так, покупая все, что хочу. Хочу, хочу, Ириша пишет. Надежда, Елена, Татьяна. Совершенно верно, это мечта, ну, практически, наверное, каждого человека. Для чего нам нужны деньги? Первое, покупать все, что хочу, исполнение наших мечт, да. Очень не хочу, пишет Валентина, Екатерина, Натали, ставит плюсики. Спасибо вам большое за обратную связь. Что еще мы можем на деньги покупать? Безусловно, современную технику. Вот я бы совершенно не отказалась от такого замечательного компьютера. Товарищи, ставьте плюсики в чате те, кому нужен такой компьютер. И мы сейчас помогичим и определенным образом этот компьютер у нас реализуется в жизни. Давайте похихикаем, пошутим, повеселимся. Деньги очень любят людей веселых, потому что это живая, яркая и скрещается энергия. Я думаю, что каждый бы, каждый бы захотел такой замечательный современный компьютер. Безусловно. На что нам еще нужны деньги? Чего-то висит картинка. Ага, по курорту. Дорогие женщины, кто бы из вас хотел на спа-курорты, кто бы из вас мечтал оказаться в руках умелого массажиста или умелого косметолога, когда вокруг пахнет изумительными маслами, когда мы принимаем шикарные ванны в замечательных бассейнах, когда руки массажистов массируют наше тело дождь. Дорогие мои, все просто о том, для чего нам нужны деньги. Мы с вами должны уметь мечтать, а мы-то ведь даже и мечтать многие себе запрещаем, потому что думаем, что у нас на это нет денег. На что нам нужны деньги? Безусловно, на дом своей мечты. если у вас уже есть какой-то дом, то всегда нам хочется лучшего, лучшего, лучшего. И вот этот дом своей мечты безусловно без денег не построишь. На что еще нужны деньги? На путешествия с любимыми людьми к морям, по морям, различные страны, туда, где замечательно, весело, интересно, красиво, где беззаботно можно отдохнуть, а ласковое море щекочет нам пятки. Обязательно деньги нужны на учебу. Если мы с вами хотим чему-то новому научиться, как мы без денег научимся? Конечно, никак. Ну и, конечно, предел мечтаний многих-многих это новый автомобиль. Деньги нужны также нам на автомобиль. Безусловно, я не перечислила здесь все-все-все многомиллионные какие-то мечты, какие есть у многих людей, я просто коснулась слегка тех групп мечт, которые, как правило, бывают у всех людей. Всем нам хочется что-то покупать, всем нам хочется где-то путешествовать, всем хочется какие-то улучшения в своих жилищных условиях, и всем в большей части хочется новый автомобиль, и так далее, и так далее, и так далее. И все это невозможно без денег. И поэтому на своем мастер-классе я вас учу и научу, как правильно выстраивать отношения с деньгами. Вот еще круизы по всему миру, посмотрите, какие шикарные бывают круизы, дорогие, посмотрите, какие замечательные круизные лайнеры бороздят по океанам нашей земли. Почему же мы на них не путешествуем? потому что мы еще не умеем, вот автомобиль мечты еще один, да, мы не умеем распоряжаться своими деньгами. Давайте этому учиться, давайте вместе со мной будем учиться, как правильно распоряжаться собственными деньгами. Сколько могут стоить эти знания? Я не буду вам загадывать загадки, вот тут много-много цен указано. еще раз, сколько может стоить работа на два дня мастер-класса, пять часов непрерывной работы, в результате которого мы с вами обретаем взаимную любовь с деньгами навсегда, навсегда мы это получаем, эти знания с нами остаются навсегда. Мы, еще раз повторю, простимся за старыми убеждениями, которые выносят деньги в нашей жизни. Мы сможем прокачать все вопросы с нашими личными деньгами, как деньги привлечь и как деньгами управлять. Научимся новым полезным навыкам и привычкам, получим направление в новую обеспеченную деньгами изобильную жизнь. И при этом заметьте, мы не будем с вами махать волшебными палочками, не будем шепотки какие-то под столами делать, мы не будем ничего сверхъестественного делать, мы будем проводить те знания, которые доступны каждому, каждому человеку. При этом, конечно, у нас с вами будут подарки, приятные сюрпризы, конкурсы. Цена на мастер-класс была заявлена 4 800 рублей, но для тех, кто оплатит в течение 24 часов, цена на мастер-класс 2400 рублей. Для самых-самых-самых быстрых. Есть еще одно предложение. Для первых 7 человек, оплативших мастер-класс, цена всего 1500 рублей. Всего 1500 рублей, и вы навсегда будете знать, как правильно вам обращаться с вашими родными, дорогими денежками. Итак, цена мастер-класса объявлена 4 800. Для оплативших в течение 24 часов она 2400 рублей. Для первых 7 участников, для тех, кто записался, прошел по ссылочке и оплатил цена 1500 рублей. я не сказала вам даты. Даты проведения мастер-класса 26 27 мая в 19.30 по Москве. Два дня мы с вами будем плотно-плотно работать. Кроме сугубо приземленных знаний, которые вы получите на этом мастер-классе, кроме замечательного алгоритма распределения и правильного деньга управления собственными средствами, у вас еще обязательно будут от меня очень классные бонусы какие. Каждому каждому я рассчитаю личный код богатства, который можно будет везде везде использовать. Как? Тоже научу. для всех участников мастер-класса мы проведем личный запуск колеса фортуны. Что такое колесо фортуны? Это совершенно интересный инструмент, которому я вас научу, научу, как его рассчитывать, научу, как им пользоваться, и самое главное, что вы можете всю оставшуюся жизнь это уметь, и вы сможете его выпускать тогда, когда вам нужно будет пробить какую-то ситуацию, или достичь каких-то результатов там, где вы очень долго не могли ничего достичь. Вот колесо фортуны, оно вам в этом поможет. Техника здесь используется нумерологическая, то есть мы с вами в индивидуальном порядке, с каждым на мастер-классе, по вашим данным я буду вам рассказывать инструкции, говорить, что и как считать, а мы будем с вами просим совершенно образом арифметическим высчитывать определенные цифры и запускать колесо фортуны. Это очень интересная и действенная методика. Я вам могу сказать из личного опыта, что у меня есть хорошая знакомая, которая является тренером и работает в детской спортивной школе. Так вот она используя эту методику сейчас все время ездит на соревнования со своими мальчишками и между прочим регулярно их выигрывает. Я не знаю конечно что там больше в данном случае ей помогает колесо фортуны или мастерство, но тем не менее в обычной жизни она его с удовольствием использует. Следующий бонус замечательный который каждый получает участник мастер-класса это обратная связь в скайп-чате. Вот я понимаю что наверное отсюда скайп-чат нам не скопировать но через Елену Слободчикову вы можете потом получить адрес скайп-чата. Скайп-чат у нас также точно называется как и мастер-класс я и деньги как обрести взаимную любовь. Как мне написать в речку через Леночку пожалуйста. Да. Пишите пожалуйста на Лену Лена мне все контакты передаст и мы с вами встретимся обязательно и поговорим. итак это был последний слайд больше нету да все значит я подвожу итоги хочу вернуться к тому что мы с вами сегодня узнали мы с вами узнали что такое не уметь правильно обращаться собственными деньгами мы с вами узнали что знанием по деньго обращению и деньго владению нас никто в нашей жизни не учит нигде ни дома ни в школе ну не тем более на работе и мы с вами узнали основные законы обращения денег а также получили свое безраздельное владение великолепный волшебный квадрат спорта который можно использовать в нашей жизни где и всюду где только захотите а также мы с вами узнали замечательный секрет бизнес тренера миллионеров который я тоже вам рассказывала да и мы с вами узнали что замечательное новое знание для вас как правильно распределять свои деньги как правильно ими владеть как правильно привлекать деньги в свою жизнь как сделать так чтобы они с вами оставались навсегда мы можем получить на мастер-классе который пройдет 26-27 мая в 19.30 по московскому времени и называется я и деньги как обрести взаимную любовь я всех с удовольствием приглашаю на свой мастер-класс я думаю что мы с вами получим удовольствие и от взаимного общения на этом мастер-классе и мне есть очень много чего вам рассказать чем поделиться что вам дать кроме того что мы сможем проработать ваши личные взаимоотношения с деньгами мы научимся правильно ими распоряжаться мы получим наши базовые совершенно знания которые вы сможете передавать по наследству которые вы сможете применять с удовольствием в своей собственной семье мы получим новые полезные навыки и привычки получим направление в новую обеспеченную деньгами изобильную жизнь и конечно мы с вами получим бонусы подарки приятные сюрпризы о которых я уже говорила приглашаю всех проходить по ссылочкам приглашаю всех записываться оставлять заявочки своим и еще раз напомню для тех кто оплатит в течение 24 часов цена мастер-класса 2400 рублей а для первых 7 человек которые сегодня запишутся на мастер-класс цена всего 1500 рублей пожалуйста приходите с удовольствием буду рада встрече если есть вопросы пожалуйста пишите в чат я отвечу если вопросов нет тогда пожалуйста через веночку все связи может быть у нас кто-то уже есть кто записался я к сожалению пока не вижу это только Елена может сказать пожалуйста записывайтесь проходите по ссылочке и мы с вами встретимся 26-27 мая в 19.30 по Москве варианты оплат все там указаны у нас или если какие-то вопросы будут по оплате например с Казахстана или с других стран пожалуйста через Елену Собачакова все варианты оплаты у нас есть Наталия я много чего могу делать безусловно пожалуйста обращайтесь данный мастер-класс который я вам сегодня рассказываю это только начало это только азы нашего деньговладения и деньгобращения в дальнейшем информация будет более глубокая более может быть какая-то эзотерическая но тоже действенная но я считаю что нужно начинать с самого самого главного если мы с вами не научимся правильно считать собственные деньги во всем остальном просто нет смысла говорить это все будет впустую или будет сносить какой-то временный характер если вам было интересно со мной сегодня можете об этом написать понравилась ли вам моя тема сегодня интересно ли вам было меня слушать пожалуйста напишите обратную связь благодарю Юрий благодарю Ольга рада была со всеми познакомиться пообщаться я еще какое-то время безусловно буду в чате пожалуйста пишите вопросы на этом я прощаюсь рада была со всеми познакомиться удачных вам денежных месяцев жизни и лет и благополучия пожалуйста проходите по ссылочке делайте заказы рада буду с вами встретиться